Теперь о самих учителях. Всего в Казахстане трудится более 550 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, специального и инклюзивного образования. Из них в школах страны около 350 тысяч. При этом потребность в школах составляет 3700 педагогов. Это учителя математики и физики начальных классов, английского языка, русского языка и литературы в южных регионах страны. В профильном министерстве пытаются решить проблему. Высококвалифицированные педагогические кадры направляются в регионы, где их нехватка. Помимо этого, в регионах принимаются меры по выделению средств на обучение по госгранту по педагогическим специальностям. Также реализуется проект «Боковой вход в профессию», когда специалистов из других сфер обучают основам педагогической деятельности для дальнейшей работы в школах. Подробнее эту тему хотим обсудить с главным экспертом Комитета среднего образования и Минпросвещения Гаухар Жаксыбаева. Гаухар Кайратовна, здравствуйте. Как меня слышно? Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Вот скажите, стране не хватает почти 4000 педагогов. Учитывая демографический прирост постпандемийный, через два года ситуация усугубится. То есть гранты нужно было выделять в прошлом и даже позапрошлом году. Какие прогнозы? Действительно, у нас сейчас в Казахстане наблюдается дефицит учителей, потребность в кадрах, в педагогах. В Казахстане по республике Казахстан более 4000, из них в городской местности более 1800, в сельской местности более 1000 учителей. Это учителя естественных наук, математики, физики, а также гуманитарных наук русского языка, литературы и английского языка. Также потребность в начальных классах учителя. Больше дефицит наблюдается в Алматинской, Атыраусской, Магаставской и Туркестанской областях. Министерством сегодня предпринимается ряд задач для устранения данной проблемы. В целях реализации правил привлечения лучших педагогов в соответствующем пакетам мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей, вкратце специальная программа, утвердена постановлением правительства Республики Казахстан от 13 июня 2022 года, номер 390. Также разработана дорожная карта и издан приказ министра просвещения Республики Казахстан от 20 июня 2022 года, номер 290, о проведении конкурса, также утвержден состав конкурсной и апелляционной комиссии. Министерством просвещения Республики Казахстан и местными исполнительными органами были неоднократно проведены брифинги, выступления в средствах массовой информации, а также в социальных сетях. В целом спецпорограммой предусмотрена выплата педагогам стимулирующей доплаты в размере 150% за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета с учетом фактической нагрузки, исчисляемой в соответствии с приказом об утверждении правил исчисления заработной платы педагогов государственных организаций и также заработной платы в размере 100% из местного бюджета. Гаухар, это все понятно, педагогам подняли заработную плату, сейчас выделяются гранты, но тем не менее почти 4 тысяч не хватает. Скорее всего в следующем году будет еще большая нехватка. Также педагогам, которые привлечены в целевые регионы, они обеспечиваются такими стимулирующими мерами поддержки, как включение их в кадровый резерв руководителей и заместителей руководителей организации обучения, также участие в конкурсе «Лучший молодой учитель года», то есть данные меры поддержки, возможно, способствуют привлечению педагогов в регионы, которых не хватает специалистов. Также ежегодно у нас заработная плата у педагогов увеличивается на 20-30%. Это также является стимулирующей поддержкой от государства. Расчитывая все это, на следующий год какие у вас прогнозы? В этом году не хватает 4 тысяч, в следующем году их сколько будет не хватать? Сейчас у нас в министерстве предпринимается ряд программ, которые будут устранять данную проблему, в частности, спецпрограмма, над которой мы работаем, с которой мы работаем, по привлечению педагогов в регионы. Большая часть детей, студентов, сейчас выбирают казахский язык обучения, при этом на юге дефицит преподавателей русского языка и литературы. Как будет решаться этот вопрос? Ну, это мы совместно с Министерством науки и высшего образования будем проводить мониторинг, делать заключения и будем способствовать тому, чтобы новые кадры приходили в педагогическую деятельность. Боковой вход в профессию. То, что вы говорили в Минпросвещении, сейчас разработали программу. Есть желающие? Желающие есть. Сейчас проходят многие курсы переподготовки, которые проходят на базе вузов, имеющих лицензии. То есть люди, которые работают в другой сфере, они проходят данные курсы переподготовки и уже проходят педагогику, психологию, то есть те дисциплины, которые позволяют преподавать и вести педагогическую деятельность в школах. А кто меняет сферу деятельности? Ну, данную статистику сейчас я вам не могу сказать, но это из разных сфер люди приходят. То есть ближе, чье образование позволяет вести педагогическую деятельность. То есть мы не так, что все подряд могут вести, идти в школы, в организацию образования, а дипломы, имеющие близко педагогическую деятельность. Ну, например, вы сказали, что не хватает преподавателей физики и математики. Кто может стать учителем? Ну, вот у нас также не хватает, допустим, учителей химии, биологии. Вот те, кто имеет специальность биотехнология, например, или что связано с физикой, вот какие специальности ближе к физике, вот они также могут пройти курсы переподготовки на базе вуза и преподавать и вести педагогическую деятельность. Спасибо большое, Гаухар. Напомню, у нас с нами на прямой связи была главная эксперт комитета среднего образования Минпросвещения Гаухар Жаксыбаева. Спасибо большое. Продолжение следует...